Добрый день! Сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Какие факторы влияют на формирование полов мальков в гупе? Из мальков формируется 80% самок, 20% самцов. Раньше такого не было. В чем причина, как увеличить выход самцов? Тут влияет очень много факторов. Во-первых, температура воды в неристовике. Там, где самка сидела в неристовике или содержалась в очень теплой воде при температуре 28 градусов, в мальках в основном появляются одни самцы, где-то 85% самцов. Чем хуже вода в неристовике или в аквариуме, тем больше появляется самок. Но это закон природы. Они беспокоятся за счет выживания, чтобы все не перевели. Самок больше рожает, чтобы было поколение больше. Чем кислее вода, тем больше самцов. Если pH воды где-то 6,2, значит появляются самцы. При нейтральной реакции 7,5-50 на 50 получается, и выше получается больше самок. Ну, тут не всегда так получается. Тут надо конкретно проверять. Чем меньше объем рыбка, при котором они содержатся, тоже появляется больше самок, меньше самцов. Бывает еще от близкородственных скрещиваний появляется больше самок, потому что там уже идет вроде бы как гибридизация, и на счет выживания появляется больше самок. У меня гуппи рождаются искривленными, даже у отсаженных самок. Но заметить, много из них потом выпрямляется. Почему? Ну, может быть от недостатка минералов, или недостатка витаминов. Может быть от кислородного недомогания. Сидят самки без кислорода. От скудного рациона питания, когда кормят одним, допустим, сухим кормом. От нехватки какого-то микроэлемента. И, как я говорил, от витамина В и С бывают рахиты появляются. Так что надо разнообразить кормление. Кормить живым кормом или разнообразным кормом. Начали умирать мальки гуппи. В месяцном возрасте. Как переселил в новый аквариум. Днем помутнела вода и на третий день начали дохнуть. Каждый день по несколько штук. Температура 26 градусов. Я так думаю, это вспышка инфузории у вас. Аквариум был свежая, вода залита. Вы туда запустили, мальков начали кормить их. Мальки все не поедали. Вспышка инфузории появилась. Значит, вам надо подменить 50% воды, но только старой, не свежей. Два-три дня, чтобы эта инфузория ушла. Старые бактерии поедят эту инфузорию. Потом надо хорошо сделать хорошую аэрацию и фильтрацию. Ну, и все должно наладиться. А вообще-то сразу пересаживать мальков нельзя. Всех сразу. Надо пересадил несколько штучек. Просмотрел, как они там день-два живут. А потом всех остальных туда пересаживаешь. А то получается, всех туда кинули, все пропали, ничего не осталось. Подскажите, чем лечить у гупи и пицциллий? Из попы торчит тонкая белая нить. Плавники на вид потрепаны, а у пицциллий сжаты. Это у вас нарушение желудочно-кишечного тракта. Или воспаление желудка идет. Пища там не переваривается, она просто выходит белыми нитьками. Это бывает от неправильного кормления. Опять же, не хватает витамин каких-то. Опять надо, вы попробуете дня два-три не покормить рыбу, а потом начинать кормить разнообразным кормом. Желательно живым. Полечить можно нитромедозолом. Одна таблетка на 30 литров воды. В течение 3-4 дней таблетку растолочь, растворить в воде и на ночь вылить. Лекарства вылить в основном все время на ночь. С ежедневной подменной воды. Может ли профилактика повредить листьям анубиаса? Нет, не может, потому что анубиас это стойкое растение, у него жесткие листья. А если вы правильно пользуетесь амарганцем, то амарганц идет как подкормка для растений. Если вы, конечно, переборщите, то может попалить все растение и рыбу. Можно применять метиленовый сель на спирту. У нас только такие продаются. Насчет этого дела скажу. Я никогда не пользовался, но из опыта знаю. Однажды у нас на рынке ребята полстакана водки вылили в аквариум, откуда продают рыбу. И рыба выжила до самого дома. Она находилась в этой воде часов 5-6. И не пропала. Так что я думаю, ничего страшного, если там несколько капель попадет в аквариум. Ольховый настой покрылся плесенью. Это нормально? Да, это нормальное явление. Возьмите скаламутки его немножко, потрусите банку. Плесень сосядет на дно, это получится как в болоте. Все переработается, все будет нормально. Корм рыбам, рыба с манкой. Какую лучше брать рыбу? Канбалу или какую-то другую? Ну, я считаю, любая морская рыба подойдет к этому корму. Там, где меньше костей. Я, допустим, всегда брал ментаю. Там костей мало, хорошая рыбка. Ну, а там какая у вас есть? Используйте вы артофосфорную кислоту для снижения pH. Если да, то какие пропорции? Артофосфорную кислоту я в аквариумах не использую. Единственное только, что при нересте красного неона. Значит, 10% артофосфорная кислота на 6 литров воды 3 капли. После того, как посадил туда производителей, капаешь потихонечку одну капельку, там, потом минут через 15-20 вторую и еще третью каплю. Чтобы производители потихонечку привыкали. Больше я ее нигде не применял. Скажите, красного неона постоянно можно содержать в астматической воде. И не обидят их сапфировая тетра. Своих красных неонов я держу в обыкновенной воде со всеми рыбками. Я так думаю, что не стоит постоянно держать в мягкой воде. Просто нету смысла. Если для разведения, потом они просто не будут иммунитета и не реститься в них. Когда посадите в мягкую воду. Сапфиро и тетра не обидят его. Ни одна рыбка, которая будет, как говорится, сытая, друг друга не будет обидать. Ну, за исключением хищников. Почему у разбора галактики много белой икры? Три самца, пять самок. Покрывается грибком. Может, производители молодые. Попробуйте еще два-три раза отсадить и посмотрите. Может, вода какая-то. Хотя там вы говорили, что вода три к одному. Вода вроде подходит. После нереста попробуйте добавить обеззараживающего. Допустим, левомицетин. Одна четвертая таблетка на шесть литров воды. Она уничтожает грибок. Можно поднять малька с нуля на нематоде без живой пыли. Ну, опять же, смотря какой мальок. Допустим, если там барбусы, крупный мальок, можно поднять. Цихлидок можно поднять. Мелких таких, как харциновых, вы не поднимите их. Когда нужно убирать родителей дискуссов от малышей? Ну, обычно малыши дискусят, на четвертый день уже берут артемию. Если производители начнут обижать малышей, то уже можно на четвертый, на пятый, на пятый, на шестой день забирать дискуссов от малышей. А в основном забирают через две-три недели. Так что все зависит. Посмотрите на производителей. Потому что другой раз бывает 400 малышей, корма не хватает у производителей. И они начинают потихонечку выщелкивать малышей своих. Так что присматривайтесь. Если что, забирайте их. И малыши сами будут кушать. Сделай видео. Вот, интересно. Сделай видео про ферму Мотыль. От и до. А то нет никаких материалов. Ну, я этим не занимаюсь, ребятам. Ни Мотылем, ни фирмой. Если вас так интересует от этого, подойдите к кормовикам, которые вплотную занимаются Мотылем, ловят его, они вам расскажут. Я сам его купляю. Так что я по этому поводу ничего не могу рассказать. Подскажите, пожалуйста, крапчатый сомик отнерестился. Нужно ли затенять икру? Ведь самка откладывает ее на освещенное место. Нет. Не надо затенять икру, потому что она действительно не лестятся на освещенные места. Икра не пропадет. Ну, все. На этом будем заканчивать свои ответы на вопросы. Всего доброго вам. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Будем по мере возможностей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова